Что за планетка? Где же это место? А здесь получше. Так. Где ты тут? Запустить программу 42. Включить межгалактическую запись. Привет. Это 114-й день моего межгалактического путешествия автостопом. По пути на Магратея путеводитель предложил мне заглянуть сюда. И вот я здесь. Чтобы не выделяться, я оделся как обычный турист Земли. У тебя майка задом наперед, чудик! И тебе привет, землянин! Странно, они тут. Чтобы не повторять ошибку, совершенную на Марсе, я купил круглую инфракрасную камеру. К межгалактическому счастью люди не видят в этом спектре. И им показал, что я спятил и разговариваю сам с собой. И я сразу вписался! Земля, 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 земля. Согласно путеводителю, Земля — это родина потомков обезьянинов. Главной достопримечательностью Земли является Приднестровье, которое забавным образом в земных рамках ничем не достопримечательно. Земля, что-то знакомое. Земля — это же родина знаменитого британского писателя Дугласа Адамса, которому однажды попал один из таких путеводителей. И он на его основе написал сатирический роман, который стал известен во всей вселенной под названием «Автостопом по галактике». Сейчас вы все узнаете. Компьютер, расскажи им. Артур Дент, журналист Земли, в один прекрасный день узнал, что его дом, в котором он мирно жил, хотят снести и построить объездную автостраду. На это он ответил решительным валянием в грязи перед экскаватором. От этой глупой затеи его отговорил недавний друг по имени Форд-Префект, который на поверку оказался пришельцем с одной из планет звезды Беттельгейза. Форд предупредил, что с Земли нужно бежать, и потом взял друга в охапку и автостопнул с Земли, которая в тот же момент была стерта с лица Вселенной. Артуру о многом предстоит узнать и пожалеть во время своего космического приключения. Он познакомится с самыми взбалмошными друзьями и преодолеет самые нелепые опасности. Но об этом вам лучше узнать самим. Интересный факт. На Земле дождь идет прямо с головы и с подмышек. Так, о чем это я? Ах, да, у Дугласа получилась весьма оригинальная и забавная книга. Но не думайте, что это фантастика, приправленная юмором. Это скорее юмор, завернутый в фантастику. Мне кажется, нужно верить в светлое будущее, потому что глупо даже рассматривать что-то иное. Мой друг, компьютерный дизайнер Алан Кей однажды хорошо сказал, лучший способ представить будущее — это создать его. Нам нужно думать, что будущее всегда можно изменить, потому что чаще всего выживает то, что способно измениться к лучшему. Такие творения проще контролировать, потому что с ними не нужно бороться. Дуглас Адамс написал пять книг своей знаменитой трилогии. И в 2001 году его не стало. На самом же деле он благополучно покинул Землю, и теперь его можно частенько встретить по пятницам в одном ресторанчике на краю Вселенной, где он размышляет о жизни, Вселенной, да и вообще. Наш вердикт в Земле — сносно и в основном безвредно. Всем пока, конец записи.